так теперь погуляем по гады до авида кабинет мою наш билиграно я только что вышел из метро пошел в 8 магазин купил вот у меня сумка купил кусок арбуза арбузы сейчас по 32 килограмм 30 песо за килограмм бананов купил не на истоков тоже 45 за килограмм и апельсинов купил два килограмма если берешь ну два килограмма и больше то получается два килограмма стоит 35 то есть принципе шо килограмм арбуза же 2 килограмма апельсинов стоит одинаково да и бананы дороже апельсины уже скоро будет уже заканчивается еще нормальные так гиб перейти пойдем на пешеходный переход сейчас еще хочу пройтись по району хочу купить фильтр для кого почему потому что пошли посмотрели со светой как-то бродили делать было нечего в воскресенье когда мы там бродили нашли магазине посмотрели кофеварки вот такие электрические да и многие современные кофеварки электрические имеет такой фильтр пластиковый уже с такой сеточкой специально куда кофе закидываешь и уже как бы кофе готовится там потом помыться фильтр кислого используешь наша кофеварка такого фильтра не имеет и мы покупаем бумажные фильтры в этом самом там 30 фильтров пример бумажных таких кулечки они одноразовые вот представьте к примеру мы берем 250 грамм кофе пачка кофе который такое заварной да вот она стоит 64 песок примеру на данный момент а пачка фильтров бумажек одноразовые стоит 75 стоит дороже чем копе фильтры я потом посмотрел маркада вибры это у нас там сайт такой который все все продают посмотрел там одна фирма но она в пригороде продает эти вот фильтры которые пластиковые номер два называется я мою как и ватте подходит а это 150 состоит то есть принципе что два раза купить одноразовых две пачки что ты можешь купить и но все время иметь этот фильтр конечном итоге или ехать туда надо или платить за доставку еще 150 песо чтобы почта принесла у нас же все почта что есть на наш обшор принесла обязательно счет отдельно платить не на и нафиг али раньше как-то помню почта всегда носила потому что зарплата была у почтальона и почта потому и жила здесь так чуть ли не почта пукнула надо платить почте отдельно за каждое чуть ли не письмо за письмо еще нет но за посылки уж точно один словом это до лампочки не будем на почту гнать а просто хотел сказать что я так подумал нашем районе на монроя я как-то ходил и видел две или три магазинчика которые ремонтируют всякие кофеварки мне кажется что там можно сначала прежде чем покупать по интернету заказывать по поще и все такое надо просто зайти и спросить может у них тоже есть такая запчасть как просто фильтр вот этот пластиковый докупить его себе да и все один словом с этим всем барахлом что я купил то бананы и апельсин и арбуз пусть еще зайти в нашем районе спросить нет ли фильтра раз уже пошла такая байзажа я сегодня целый день где-то лажу надо будет еще это спросить а вы заодно посмотрите немножко баэнос-айреса я еще с этой камерой похожу вроде бы стабилизация чуть получше выходит чем других правда что-то посмотрела на 20 или 30 минут я пронес взяла и выключилась я потрогала она нагрелась конечном итоге позвонил магазин спросить что за прикол они говорят ну ты привези нам совсем как получил мы типа отправим на фабрику подождешь месяц с фабрики скажут это нормально и и нагревание или нет было нагрелась и выключилась а потом я начал думаю да сейчас я буду целый месяц ждать без камеры пока вы на фабрику что-то отправить и спросите в том начал интернете прочитал сегодня что они в принципе могут нагреваться если у них охлаждение плохое где я думал что они могут а так как я и держу специально в таком плюшевом фильтре чтобы ветер не в дел соответственно я прикинул может быть может быть это вот влияет на то что вот этот плюшевый фильтр как говорят дает и вот этот перегрев боя когда-то за у про 3 тоже такое наблюдал на рыбалке в жару сидишь она против ветра в этом плюшевом костюмчике скажем так не она наверно дает надо будет просто ну давать как говорят перерыве не снимать такими длинными часовыми подряд в основном то я и для рыбалки держу на рыбалке такого чтобы сидеть целый час и языком ляпать тоже нет там ждешь или когда что-то клюет показываешь или когда там что-то какую-то приманку готовишь показывать не такие длинные как ходилки-бродилки тут идешь бродишь по городу до пози меняется все меняется может что-то и порассказывать домом по другой стороны если что буду снимать эту на улице буду снимать плюшевый костюмчик скажем так и пускай на немножко охлаждается воздухом не будет запариваться то на как шубе получается а сегодня кстати парень хорошо на завтра ну вот я вышел и тут было мокро газ метро вышел наверно пока ехал метро или вообще просто в нашем районе прошел вложить недавно вот монро и свернем и поищем в данном случае спрошу как минимум пару мастерских я тут видал спрошу нет ли у них этих фильтров а потом уже и домой другими делами заниматься ладно следующий раз фильтры найду как раз попал в обеденный перерыв с 13 до 14 30 обеденный перерыв в обоих магазинах которых я хотел посмотреть а сейчас 13 тридцать только начался и сейчас будет у нас вообще многие магазины в обед закрывается делает как называется съезд а отдых но это в основном такие большие частные магазинчики тоже многие китайские магазины сейчас так делает там типа закрывается особенно выходные примеру там работает до двух потом до 6 закрывается потом 6 открывается провинциях много такого видел других городках там в обеденный перерыв магазинчики закрыты это магазин овощной видите готовится сдать ящики привести новые выгружает склады вот новая загружать будет товар потому по на выкидывал своих ящиков ладно пошел домой будем готовить что-нибудь тоже обедать надо перемонтировать все всем пока